Работа похожа на мужчин. Чем больше отдаёшь, тем меньше получаешь. Чем меньше отдаёшь, тем больше получаешь. Например, мы поговорим о твоём парне. Мужчины бывают сложными, даже если не кажутся таковыми. Мужчины всё равно сложные. Они злятся и упрямятся. Но есть только одно правило. Ты должна быть умнее. Ты всегда должна идти за своими целями и быть решительной. Всегда быть решительной. Будет хорошо, если я буду держаться за свои отношения, да? Как ты смогла так со мной поступить? За что? Субтитры делал DimaTorzok Ты ответишь за это. Гонджа, как тебе? Очень красиво, не так ли? Да, очень красиво. Ослы тоже понравятся. Ты посмотри на моего друга. Он серьёзно собирается сделать предложение. Эх, большая любовь. У нас тоже большая любовь. Подожди-ка. Уже нужно позвать ослы, да? А Бурака нигде нет. Дорогая, наверное, он в пути едет. Ты позвони. Думаешь? Угу. Эрдем, Бурак ведь... Он ведь купил кольцо, да? Конечно купил. Какое предложение без кольца? Точно купил. Без кольца, конечно же, нельзя. Нет, нельзя. Я очень волнуюсь. Всё, всё, успокойся. Мама тоже будет в восторге от этого дома. Большое спасибо за всё. Пожалуйста, ослы. После того, как вы переедете, мы сразу приступим к работе. Я уверена, что вместе мы добьёмся отличных результатов. Дай бог. Простите. Слушаю, Гонджа. Ослы, а как там обстановка? Я прогулялась по дому. Он такой красивый. И аренда недорогая. Завтра подпишем контракт. Я очень рада за тебя, дорогая. Ослы, нам поступил заказ. Но нужно закончить до завтрашнего утра. Это очень срочно. Ты сможешь отпроситься у тёти Эмиль? Закончим ночью. Хорошо, я сейчас позвоню маме и попрошу разрешения. Увидимся. Нам поступил заказ. У тебя светлое будущее, ослы. У тебя много заказов будет, и мы будем добиваться результатов. Я позвоню маме, попрошу разрешения. Хорошо. Алло, мама? Я хотела кое-что спросить. Но Бурака всё ещё нет. Зря звонила ей. Дорогая, я же сказал, что он, скорее всего, в пути. Сейчас приедет. Но ты всё же позвони. Позвони Бураку. Слушаю. Бурак, мы позвонили ослы. Сейчас она отпросится у мамы. А ты что делаешь? Ты ведь едешь? План отменяется меня. Не ждите. Но Бурак... В смысле... Бурак... Что случилось? Он дал отбой. Он не приедет. В смысле? Почему? Не знаю. У него был странный голос. Сказал, что план отменяется. Видимо, произошло что-то серьёзное. В ином случае он бы приехал. Что могло произойти, Эрдем? Не знаю, но что-то серьёзное, может быть, связанное с семьёй? Думаешь? Да. Уф, это точно так. А что с этим делать? Ну, всё так красиво получилось. Ну, что поделать. Нам ничего не остаётся. Давай хотя бы уберём всё это. Вернём прежний вид. Хорошо, не переживай. Мы ещё раз сделаем. Кстати, позвони ослы, чтобы она зря не приезжала. Позвони. Да, точно. Уф. Слушаю, Гонжа. Ослы, заказ отменили. Не приезжай зря. Хорошо? Ну, почему? Ладно. Не буду ехать впустую. Тогда поеду домой. Увидимся. До встречи. Хорошо, дорогая. Кажется, у тебя изменились планы? Да. Куда тебе нужно? Я тебя подвезу. Нет, не утруждайтесь. Мне нетрудно. В какую сторону едем? Большое спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Ослы! 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 А почему ты ушла с вулканом, оставив меня? Бурак, умоляю, будь потише! Не буду. А ты возвращайся к своим развлечениям. С кем ты там развлекался до такого времени? А, ты меня приревновала. Зачем мне тебя ревновать? С ума зашел? Хорошо. Ослы, я очень тебя люблю. Бурак, умоляю, войди вовнутрь. Сейчас кто-нибудь увидит. Хорошо. Позволь, я войду вовнутрь. Бурак, от тебя ужасно пахнет. Не глупо. Как ты могла со мной так поступить? Как? Это что, все было ложью? Все было ложью. Бурак? Сынок, что с тобой? Ты в порядке? Что с тобой? Папа, я очень сильно люблю ослы. Как она могла со мной так поступить? Почему? Как она могла быть в сговоре с этой женщиной? Все, сынок. Ты не расстраивайся. Хорошо? Все хорошо. Нет, папа, я не могу. Ради нее я пошел против вас. Бросил девушку, с которой столько лет встречался. Стал совсем другим человеком, папа. А все оказалось ложью. Я ненавижу ее, отец. Я ее ненавижу. 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 Все пройдет, сынок. Пройдет. И любовь пройдет. И ненависть пройдет. Все пройдет. Ты не волнуйся, хорошо? Нет, папа. Любовь, может, и пройдет, а ненависть никогда. Никогда. Любовь, может, и пройдет. Все это пройдет. Пройдет. Субтитры создавал DimaTorzok Я не оставлю это просто так. Ты ответишь за то, что сделала. Ослы, дочка, завтрак готов. Нет, мама, я не хочу. Я в кафе поем. Хорошо. Я выхожу. Нихат. Ты должен выкупить эти акции у Вашак, чего бы ни стоило. Что будет, когда вернется Эльчин? Она с ума сойдет. У них с Синаном не останется покоя. Я не могу понять, зачем ей было покупать эти акции. Действительно. А зачем? Ты тоже так думаешь? Уверен, что она знает, что мы будем пытаться выкупить у нее эти акции. Поэтому она продаст нам вдвое дороже. Эта женщина обманет даже самого дьявола. Да, это так. Но у меня для нее отличное предложение. Я уверен, что она примет его. Дай бог, жизнь моя. Ладно. Ты уходишь, дорогой? Я пойду поговорю с ней. Как можно скорее. Хорошо, дорогой. Нихат, прошу, не забудь сообщить мне, хорошо? Хорошо, не волнуйся. Сообщу. Доброе утро, Ослы. Доброе утро. Доброе утро. Ты сегодня рано пришла. Ты на занятия не идешь? Нет. Мы с Башак Ханом уладим дела по дому. Я так расстроена, не хочу ничего делать. Я помогу тебе, дорогая. Было бы очень хорошо. Как ты? А как мне быть? Мы были такими счастливыми. И что с ним вдруг случилось? Не знаю, Гонжа. У меня такое чувство, будто я проснулась от бесконечного сна. Не понимаю, где я. Единственное, что я чувствую, это горе. Я очень скучаю по Бураку. Ты действительно не увидишься больше с Бураком. Я не могу. Я пообещала маме, Гонжа. После всего случившегося мама так огорчилась. Тебе или не знать. Она же такая гордая женщина. Может быть, мама и согласилась бы, если бы семья Бурака попросила у нее прощения. Но это не произойдет. Расставание было самым правильным решением. Добро пожаловать, Нехат. Перейду сразу к делу. Нам не о чем говорить. Сколько ты хочешь. Скажи, сколько ты хочешь взамен на акции Эльчин. Я их только недавно купила. С чего ты взял? С чего ты взял, что я хочу их продать? Баша, ты не можешь быть партнером Эльчин. Останови свою грязную игру, иначе все закончится очень плохо. Я уже Нехат. К тому же, о какой игре ты говоришь? Вот увидишь, косметическая компания Мэлс будет развиваться лучше благодаря мне. Ладно. Я дам тебе в пять раз больше, чем та сумма, за которую ты купила. Наличными. И сегодня. Это предложение действительно только сегодня. Хоть в двадцать раз больше предложи. Все равно их не продам. Нехат. Башак, что ты будешь делать с этими акциями? Я уже сама решу. Значит так? Синан женился и основал семью. Оставь его и детей в покое. Я никому не оставлю своих детей. В этот раз не сможешь меня отправить куда подальше. Я останусь здесь. И я буду бороться до последнего. Чего ты этим добиваешься, а? Скажи, пожалуйста. Увидим. Если это все, то мне пора идти на работу. Меня ждет трудная неделя. Есть много того, чего мне следует научиться на моей новой работе. Прощай, Нехат. Прощай. Мне нужно как можно больше информации об Ашак. Мне срочно нужно узнать, кто ее спонсирует. Понятно? Хорошо? Проклятие. Слушаю, тетя Сельда. Как ты, дорогая. Хорошо, спасибо. Вы? Дорогая, у меня тоже все хорошо, но мне надо срочно с тобой встретиться. Ты можешь приехать? Конечно. Я как раз собиралась скоро выходить. Хорошо, дорогая, жду. Увидимся. Доброе утро. Доброе утро. Как ты? Хорошо. Выходишь? Да. Поеду в университет. Вы ведь не будете докапываться до ослы, да, Чагла? У меня есть дела поважнее. Так что не переувеличивай, Волкан. Надеюсь, это так. Увидимся. Здравствуйте. О, добро пожаловать. Спасибо. Проходите. Сюда? Да, конечно, сюда. Ослы, я принесла договор аренды. Посмотри, пожалуйста, все. И подпиши. Конечно, конечно, подпишу. Спасибо. Девушки отдыхают. Это просто отлично. Еще раз большое спасибо. Передайте хозяйке, что мы позаботимся о доме. Пусть не волнуется. Я в этом даже не сомневаюсь. Поздравляю тебя с новым домом и с новой работой. Большое спасибо. Ослы, на этой неделе будет несколько важных встреч. Я хочу, чтобы ты пошла со мной в офис. Тебе не будет надобности каждый день ходить, но я хочу, чтобы ты знала, с какими людьми мы имеем дело. Хорошо? Конечно, конечно, как захотите. Однако, тебе нужна деловая одежда. Ведь ты студент, у тебя такой, вероятно, нет. Ведь нет? Да, нет. Но я решу этот вопрос. Давай вместе решим. Сейчас? Можешь доверять мне. Я не это имела в виду. К тому же, мне тоже нужно кое-что себе купить. Хорошо. Тогда я оденусь и выйдем. Хорошо. До свидания. Удачи. Хорошей работы. Эрдем, что за дела проворачивает твой друг? Со вчерашнего дня он разве не освободился хотя бы на минуту? Он мог бы и позвонить, и объяснить причину. Мы ведь волнуемся. Ты права, дорогая. Может, ты позвонишь? Нет, дорогая. Я не хочу. Он ведь твой дружище? Да, мой дружище. Хорошо. Хорошо. Не берет. Эрдем, не говори только, что я не говорила, что здесь что-то не так. Это вообще ненормально. Да, что-то случилось. Не знаю, но здесь что-то не так. Мне стало интересно, о чем таком серьезном вы хотели поговорить. Бураки-то от девушки расстались. Это вам сказал Бурак? Если это так, то будьте уверены, что это огромная ложь, чтобы держать вас подальше. Что это? Это доказательства, которые позволили нам увидеть настоящее лицо ослы. В смысле? Это женщина, которая рядом с ослой, бывшая жена Синана. Что? Да, это Башак. Я не поняла. Они что, знакомы? Да. По-моему, они изначально были в сговоре против нас. Дорогая моя, то, что эта девушка встретила моего сына, а ее мама начала работать у нас дома, это все не случайность. Ну, разве такое может быть? Дорогая, если бы ты знала Башак так же, как и я, то ни на минуту не сомневалась бы. В свое время она делала все возможное, чтобы стать женой Синана. Какие только игры она не проворачивала. В итоге она забеременела, и они поженились. Эта гадюка проникла в нашу семью, устроила заварушку. В конце концов, Нихат от нее избавился и отправил ее за границу. То есть, дядя Нихат отправил ее за границу? Говоря о том, что он отправил ее, я имею в виду, что мы закрыли глаза на то, что она хотела уехать. Дорогая, никто не сможет остановить мать, которая хочет заботиться о своих детях. Вы правы. То, что она столько лет за границей не звонит своим дятям, это очень странно. Мне все еще сложно поверить в то, что вы сказали. Значит, все это выявил дядя Нихат? Да-да. Нихат нанял человека, чтобы следить за Башак. А когда Бурак увидел фотографии, он сразу все понял. Бурак. Наверное, и не в себе. Главное, что он расстался с этой девушкой. Слава Богу. А знаете, чему я больше всего радуюсь, тетя Сельда? Я сразу почувствовала, что эта девушка не так проста, как кажется. Она так искусно притворялась невинной, что никто мне не поверил. Хорошо, что все, наконец, увидели ее настоящую сущность. Слава Богу, дорогая. Пускай пройдет немного времени, я поговорю с Бураком. Уговорю его, чтобы вы снова обвенчались. Тетя Сельда, между нами больше не может быть такого. Мы очень обидели друг друга и наговорили много лишнего. Дорогая, не руби с плеча. Оставь все на меня. Ну, давай этот разговор оставим между нами. Эда и Балкан не должны об этом узнать. А ослы? Ослы тем более. То есть, ослы не в курсе, что вы об этом знаете? Нет, конечно. А то она сразу же пойдет и расскажет Бураку обо всем, сбив его с толку. Вы можете мне доверять. Кузен, как ты? Хорошо, кузен, как ты? Хорошо. Ты искал ослы? Нет. Вы все еще не помирились? Не помирились. Она этого не хочет? Нет. Теперь я этого не хочу. Ты не хочешь? А что случилось? Так должно быть. Может, расскажешь? Мне стало интересно. Ты ведь ее так сильно любил. А давай не будем об этом говорить, ладно? Я иду в кафе и перекушу что-нибудь там. Хорошо. Я сейчас приду. Хорошо. Ослы, привет. Я начал волноваться, когда не увидел тебя в университете. Я принес продукты. Спасибо. Халильбей, как же вас отблагодарить? Ну что вы, Мельханум. Что я сделал-то? Такие ситуации могут произойти с каждым из нас. Когда же мы должны поддерживать друг друга, если не в такие моменты? Вы правы, спасибо. Машина готова, чтобы забрать ваши вещи. Можем забрать, когда вы захотите. Хорошо. Ослы посмотрела несколько домов. На днях переедем. Но вам не стоило торопиться. Вы могли бы оставаться здесь, сколько пожелаете. Нет. Мы и вас лишили покоя. Ну что вы. Вы голодны, Халильбей? Не буду лукавить. Я не голоден. Но скучаю по вашей еде. Я как раз готовлю лабье в горшочке. Вау, я обожаю. А как ослы? А как ей быть? Она всю ночь плакала, я слышала. Душевная боль. Самое обидное, что я ничем не могу помочь. Мне остается только молиться. Не знаю, как ее утешить. Я понимаю, что она злится на меня. Но надеюсь, что не ненавидит меня. Нет. Ослы умная девочка. Все станет на круги своя. Дай бог, что это будет лучшее для нее. Сколько бы мы ни пытались противостоять судьбе, нам все равно не удастся. По-моему, время все решит, Эмельхану. Вы правы. Кузен? Я поговорил с ослы. Она позвонила? Нет, я позвонил. Я хотел сказать, что если она здесь, пусть приходит в кафе, посидим. Но сегодня она не придет на занятия. Зачем ты хотел ее позвать? Чтобы вы поговорили. Ты посмотри на себя. Ты ничего не знаешь, Вулкан. Не лезь в это дело. Как дела, Гони? Хорошо, Чегла. Но, видимо, тебя спрашивать даже не надо. Да, я очень счастлива. Конечно же, благодаря тебе. Ты расскажешь, что случилось? Они расстались. Мы справились. Откуда знаешь? Птички нашептали. Птички нашептали. Ты все еще веришь тому, что шепчут птички. Может, тебе стоит немножечко повзрослеть, Чегла? Я не поверю, пока не увижу своими глазами. Ладно, я ухожу. Не будешь есть? Я передумал. Позже поговорим. Хорошо. Бедняжка. Он нас даже не замечает. По-моему, этого достаточно, чтобы ты поверил. Даже если они расстались, я не думаю, что это продлится долго. А я уверена. Почему так уверена? Потому что я прекрасно знаю Бурака и его семью. Это зависит, насколько сильны у них чувства. Бурак очень смело поступил. Я не думаю, что он так просто оставит ослы. Оставит, Гани, оставит. Хочешь поспорить? Да, хочу. На что? Проигравший сделает то, что захочет выигравший. Хорошо. Амельханом, если вам что-то понадобится, прошу вас, не стесняйтесь звонить. Не волнуйтесь, позвоню. Благодарю вас за обед. Не за что. Приятного аппетита. Передавайте привет ослы. Хорошо? Передам. Вы не ждите, я сам пойду. Алло. Здравствуйте, Бурак Бей. Как вы? Я только что был в гостях у Эмельханом и ослы. Ага. Ослы была дома? Нет, не была. Хорошо, спасибо. А вы как? Хорошо, увидимся. Увидимся, Бурак Бей. Неджми, как ты быстро все разузнал? На самом деле, наоборот, Нехад Бей. Ситуация с Башак Хану засекречена, словно государственная тайна. Все даже ее возвращение в Турцию в тайне. В смысле? Что ты хочешь сказать? Я продолжу расследование, но будет сложнее, чем я думал. Я подозреваю, что кто-то поддерживает и покрывает Башак Хану. Хорошо. Не оставляй меня без вести. Жду. Кто это может быть? Кто? Большое спасибо за все. Сколько бы я вас не благодарила, этого будет мало. Ну что ты, пожалуйста. Мне пошло на пользу. Я прекрасно провела время. Если у вас есть время, я бы вас познакомила с мамой. Было бы замечательно. Может быть, мы возьмем твою маму и вместе поедем в ваш новый дом. Серьезно? Да. Хорошо, я тогда возьму вещи. Давай. Это что еще за игра? Чего они добиваются? Ослы? Мамочка, это Башак Хану. А, Башак Хану. Приятно познакомиться. Ослы много про вас говорила. Проходите, прошу. Прошу. Присаживайтесь. Как вы, Башак Хану? Хорошо, а вы? Спасибо. Я так думаю, Ослы рассказывала вам о новой работе. Да, она будет создавать дизайны для вас. Да. Ослы очень талантливые и трудолюбивые. Я поздравляю вас с тем, что вы воспитали такого замечательного ребенка. Спасибо. Она такая. Чем вас угостить? Чаем, кофе? Или, может быть, вы голодны? Нет, нет, не утруждайтесь. Но так нельзя. Могу хотя бы приготовить вам кофе. Ладно. Тогда черный кофе. Хорошо. Мама, погоди, я приготовлю. Нет, нет, я сама. Какая же у тебя улыбчивая и искренняя мама? Она у меня единственная. После смерти отца мама стала единственной для меня. Сочувствую. Значит, вы так поддерживаете друг друга с мамой? Ослы, я тебя теперь больше уважаю. Твоя мама работает? Нет. Она недавно уволилась. Она повар. Серьезно? Да. Я говорю это не потому, что она моя мама, но она очень вкусно готовит. А если она захочет работать, она может работать у меня. Я недавно переехала из Анкары в Стамбул. И еще не организовала свой быт. И поэтому мне нужен повар. И шофер. Прошу. Спасибо большое. Положу сюда, если хотите. Мамочка, Башак Ханум ищет повара в свой дом. Да? Да. Ослы вас очень похвалила. Что вы скажете? Даже не знаю. Не знаю. Вам не обязательно сразу отвечать. Подумайте немного. Поразмыслите. Мама может порекомендовать брата Халиля в качестве шофера. Да, Ослы. На предыдущей работе я познакомилась с Халильбеем, который был шофером у хозяйки дома. Он весьма порядочный человек. Да? А было бы прекрасно. Ведь вы ведь знаете, что в наше время сложно найти надежного человека. Я полюбила вас так же, как Ослы. И ваша рекомендация очень важна для меня. Тогда отлично. Я поговорю с Халильбеем об этом. Хорошо. И прошу вас так же подумать над моим предложением. Мне бы очень хотелось работать с вами. Я подумаю. Мама, у меня для тебя сюрприз. К добру ли? Что за сюрприз, дочка? Это же сюрприз, я не скажу. Но мы кое-куда тебя отвезем. Когда? Сейчас. Вы тогда пейте кофе, а я соберусь. Хорошо? Ослы, так удачно совпало. И ваши дела решили, и мои. Да. А, Эрдем? Бурак звонит. Ответь. Ответить, да? Конечно. Алло? Гонжа, простите за вчерашнее. У меня не было возможности вам все объяснить. Неважно. Мы просто очень сильно волновались. Перед тем, как сделать предложение Ослы, я решил получить согласие от своей семьи. Это было трудно, но я справился. Что? Я не могу поверить. Я очень рада. Что случилось? Спасибо, Гонжа. Но не рассказывай ей, ладно? Я приготовлю для нее сюрприз. Хорошо. Если нужна наша помощь, мы с Эрдемом готовы помочь. Хорошо? Хорошо? Нет, нет. У меня другие планы. Хорошо. Еще раз поздравляю. Увидимся. Увидимся обязательно. Гонжа, рассказывай, что случилось? Он решил получить согласие от своей семьи перед тем, как сделать предложение. Это было непросто, но он справился. И теперь он подготовил сюрприз и сделает предложение. Он сделает предложение ослы. Отлично. Вот видишь, я говорил. Да, говорил, Эрдем. Ты посмотри-ка на нее. Ну уж нет. И мама ее в этом деле. Это уже чересчур. Что бы я ни предлагал, она отказалась. Она сказала, что даже если я заплачу ей сумму в 20 раз больше, она все равно не продаст акции. Вот это уже плохо. А что будет, когда вернется Эльчин? Ей придется видеть эту женщину. Баша каждый день у нее в офисе. Не знаю, Сильда. Она говорит, что не продаст акции. Значит, ее цель не в деньгах, а в том, чтобы нарушить наш покой. Вот и все. Синан же женился на Эльчин. Вот она и окончательно свихнулась. Дай бог, их отношения не пострадают. Если так пойдет дальше, то их отношения, конечно, пострадают. Это скажется на них. Подумай только. Бывший Мушельчин продал акции в ее компании. И кому? Башак. С ума сойти можно. Ты прав, дорогой. Все очень сложно. И какой же он противный, нечестивый человек. Он, будучи отцом, мог бы вести себя иначе, хотя бы ради чеглы. Разве я не права, Нихат? Да ладно тебе. Мы и так знали, какой он негодяй. Ладно. Но откуда эта женщина берет деньги? Я тоже этого не знаю. Но я пытаюсь это выяснить. Невозможно, чтобы у Башак было столько денег. Я в очень короткое время найду ее спонсора. Валкан? Ты весь день был здесь? Я тебя не увидела в университете. Это потому, что ты не смогла оторваться от Гани. Да. Мы с ним хорошо ладим. Заметно. Я не удивлюсь, если в скором времени вы начнете встречаться. При чем тут это? Не смей говорить, что ты не знаешь о чувствах Гани к тебе, чегла. Что он чувствует ко мне? Ты не настолько наивна. Почему, по-твоему, Гани так ненавидит Бурака? Может быть, потому что ты в прошлом выбрала Бурака, а не его? Я так не думаю. Мы действительно очень хорошо ладим с ним. Ты продолжай так и думать. Я не удивлюсь, если он в скором времени признается тебе в своих чувствах. Мне кажется, он сейчас очень рад, что вы расстались с Бураком. Я считаю, что никому не следует особо радоваться. Потому что мы скоро с Бураком снова будем вместе. Снова будете вместе? Ну и почему же это? Бурак уже понял, как он ошибся в ослы и волкан. Главная причина всех наших проблем заключалась именно в ослы. Но ослы теперь нет. Она осталась в прошлом. Чагла, что ты несешь? А? Во что ты опять втянула ослы? В этот раз мне не пришлось ничего делать. Справедливость восторжествовала. Ты единственный, который не видит ее истинной сущности, но скоро увидишь. Субтитры сделал DimaTorzok Ослы, мне очень понравился дом. Я в восторге. Мама, я очень рада, что тебе понравилось. Какая же Баша Кханум хорошая женщина и тебя полюбила. Да. Благодаря ей мы сняли этот дом. Поэтому я буду усердно работать, чтобы она оставалась довольной. Ты сможешь, милая. Ты выбрала нам такой прекрасный дом. У тебя появилась хорошая работа. Все плохие дни остались позади. Душа моя, не переживай. Отныне мы будем очень счастливыми. Я обещаю. Ослы, что думаешь? Мне принять предложение Баша Кханум? Я не знаю. Ты тоже ее видела, познакомилась. Мне кажется, она хорошая и милая. То есть, не стоит упускать возможность? Давай мы переедем. Попробуешь пару дней. Если понравится, примешь предложение. Ослы, больше всего я радуюсь за Халиль Бея. Меня очень расстраивало, что он лишился работы из-за нас. Надеюсь, он согласится. Я даже сейчас позвоню ему и сообщу. Хорошо. Погоди, я открою. Добро пожаловать, Халиль Бей. Спасибо. Проходи, брат Халиль, присаживайся. Добрый вечер. Я проходил мимо и решил узнать, нужно ли вам что-нибудь. Спасибо большое, Халиль Бей. Я как раз собиралась вам позвонить. Ослы приготовила мне сюрприз. Нашла прекрасный дом. Мы собираемся переехать на днях. Я очень рад за вас. Но, возможно, было бы лучше не спешить. Вы могли бы оставаться здесь, сколько пожелаете. Но разве так можно? Нам уже нужно организовывать свой быт. Большое спасибо, брат Халиль. Хорошо, Ослы. Тогда поздравляю вас. Спасибо. Я приготовлю вам чай. Давай, милая. Я уже нашел машину, чтобы забрать ваши вещи. Тогда я отправлю их сразу в ваш новый дом. Было бы очень хорошо. Но дайте нам пару дней. Сначала мы сделаем уборку дома, а потом перевезем. Хорошо. Как знаете. Я жду от вас вестей. Халиль Бей, есть еще кое-что. Женщина, у которой начала работать Ослы, ищет повара и шофера. Она предложила мне работу. Я думаю, согласится. Я предложила о вас. Если вы согласитесь, то можем организовать с ней встречу. Если буду с вами... Если я буду работать с вами, то буду работать везде, Мельхану. Хорошо. Можно организовать встречу. Хорошо. Я передам ей об этом через Ослы. Хорошо. Тогда буду ждать от вас вестей. Ага. До свидания. А как же чай? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ослы, ты так и ничего не ешь. Съешь хотя бы фрукты, милая. Нет, мама, не хочу. Что ты там прячешь? Ничего. Ослы, ты же обещала, что не будешь лгать. Дай это мне. Мама, клянусь, я не лгу. Я с ним больше не встречаюсь. Не клянись, дочка. Я тебе верю. Ты его так сильно любишь. С семьей Бурака не получилось бы. Забудь сейчас о том, что ты скрыла от меня и о том, что я работала у них. Даже если бы я поддержала ваши отношения, они бы все равно не позволили. Они бы сделали все, что в их силах, чтобы вас разлучить. Вы бы огорчились еще больше, милая. Все равно ничего бы не получилось. Мама, давай закроем эту тему. Я не хочу говорить. Съешь фрукты. Спасибо, мама. Съешь фрукты. Добро пожаловать. Спасибо. Доброго дня. Дети дома? Эда Ханум вышла пораньше из-за занятий, а Волкан Бей и Чагла Ханум еще не проснулись. Хорошо. Дорогая, давай заглянем к детям, посмотрим, как у них дела, а потом снова продолжим наш медовый месяц. Дорогой, я обещаю тебе, мы продолжим наш медовый месяц с того места, где остановились. Но сначала давай дадим детям время привыкнуть. Хорошо. Как скажешь, любимая. Я переоденусь и приду. Хорошо. Синан, вы вернулись? Да, мы вернулись. Я все время думал о вас. Как там обстановка? Ваш медовый месяц пошел на смарку, не так ли? Разве она не этого добивалась? Есть какие-то новости? Нет, Синан. Кроме того, что я уже говорил тебе, никаких новостей. Ничего нового узнать не получается. Может быть, ты узнал, кто покрывает ее, брат? Пока что нет. Но скоро как-никак узнаем, кто это. Давай я поговорю с Башак. Что думаешь? Попробуй, если хочешь, но я не думаю, что это чем-то поможет. Хорошо, брат. Я тебе сообщу. Хорошо, Синан. Давай. Башак, нам надо с тобой встретиться. Ты поймешь, что значит играть моими чувствами. Ослы. Давай, доченька, завтрак готов. Мама, я не буду завтракать. Мне нужно идти в кафе. Ой, нельзя так, ослы. Ты посмотри на себя, исхудала совсем. Нет, сначала поешь, потом поедешь. Ты кого-то ждала? Нет. Наверное, это Халильбей. Пойди открой. Хорошо. Дочка, это Халильбей? Ослы? Ослы, что случилось? Ослы? Эмельханум. Мне нужно срочно с вами поговорить. Это займет немного времени. Прошу вас. Хорошо. Ослы, ты иди в комнату. Присаживайтесь. Слушаю. Хорошо, а вы как? Значит, Нихат пытается добыть про меня информацию. Видимо, я его сильно увлекла. Да, вы правы. Это означает, что мы на правильном с вами пути. Не волнуйтесь, осталось совсем немного. И мы взорвем последнюю бомбу. Я слушаю вас. Эмельханум, для начала я прошу вас прощения за все произошедшее. И от имени моих родителей, и от своего имени. Я с ними поговорил, они тоже очень расстроены. Они узнали об этом очень неожиданно, поэтому не знали, как реагировать. Но когда они поняли, что мои чувства к ослу настоящие, они решили меня поддержать. Я не понимаю. Я получил согласие своих родителей. Если и вы согласны, я хотел бы сделать предложение ослы. Послушайте, все, что было, осталось в прошлом. Мама тоже очень расстроена, но она надеется, что в ближайшем будущем вы сможете наладить отношения. Бурак Бей, вы ведь не заставили их принять ваши отношения? Если это так, моя дочь очень сильно расстроится. А я не хочу, чтобы она расстраивалась. Нет, нет, нет. Моя семья поверила в нашу любовь и начала уважать наш выбор. Прошу и вас сделать то же самое. Конечно, мы должны были сразу вам об этом сказать, но мы опасались вашей реакции. Поэтому вынуждены были скрывать это. К сожалению, это лишь ухудшило ситуацию. Ложь породила ложь. Но теперь лжи никакой нет. Оф, о чем они там говорят? Я не знаю, что сказать. Я прошу вас, дайте нам шанс. Хорошо. Но, как и сказала, я не хочу, чтобы моя дочь расстраивалась. Я вам обещаю. Ослы. Бурак Бей хочет кое-что сказать. Я поговорил со своей семьей и получил их согласие. Теперь и твоя мама тоже нас поддерживает. Эмиль Ханум, если вы позволите, я хочу отвезти ослы в университет. Могу я ее отвезти? Можно. Собирайся, поехали. Хорошо. Ты все еще злишься, да? Моя мама мне такое сказала, что я постеснялась своей любви к тебе. Я пообещала маме, что больше не увижусь с тобой. Может, не будем об этом? Хорошо. У меня для тебя хорошие новости. У нас уже есть свой дом. Я очень рад. Это недалеко от кафе. Очень милый дом. Немного маленький, но ладно. В конце концов, это наш дом. Как вы его сняли? Эрдем дал аванс. И в кафе дела идут хорошо. Я также нашла себе работу. Было так тяжело дышать без тебя. Может, мы что-нибудь перекусим перед тем, как идти на занятия? Я совсем ничего не ела от грусти. Хорошо. Папа, вы рано вернулись. Какие-то проблемы? За вас переживали. Ну, как прошло? Очень хорошо, Вулкан. А вы как? Как провели время? А нам что делать? Продолжили повседневную жизнь. Эда рано ушла. Пошла на занятия. Никаких проблем не было? Нет-нет. А, мама? Вы рано вернулись. За нас переживали, Чегла. Ну, мама, спокойно. Вы провели медовый месяц. Мы что, дети? Пока вас не было, никаких проблем не возникло. Мы еще больше привыкли друг к другу. И очень хорошо ладим друг с другом. У меня были здесь дела, Чегла. Поэтому и вернулись пораньше. Я поняла, мама. Жизнь моя. Я выхожу. А ты? Я побуду дома. Хорошо, дорогой. Увидимся вечером. Папа, ты сказал Эльчин Ханум? Волкан, для начала я попытаюсь уладить это сам. Было бы лучше, если бы ты сам ей сказал об этом, чем если бы она узнала от Башак. Скоро выйду и встречусь с Башак. Попытаюсь поговорить и переубедить ее. Если не удастся, то расскажу все Эльчин. Ладно. Я поеду. Хорошо, папа. Увидимся. Увидимся. Я до сих пор не могу поверить, что Бурак сделает ослы предложение. Да, действительно. Сам сын семьи Мазгар-Лглу сделает предложение ослы. А ослы – везучая девушка. О, Господи. По-моему, Бурак еще везучая. Ведь он нашел такую, как она. Ты права. Ослы – замечательная девушка. Бог – свидетель. Бурак тоже очень изменился. Куда подевался тот самовлюбленный, высокомерный парень из Бодрума. Любовь? Любовь. У кого-то меняет характер, а у кого-то город. Всю жизнь. Любовь моя, я тоже тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже очень люблю, любимая. Выходи за меня. Что? Эрдем, что ты такое говоришь? Ты тоже выходи за меня. Стань моей женой, а я стану твоим мужем. Мы и так ими станем, если поженимся, Эрдем. Ты права. Так внезапно получилось, словно с неба свалилось. Конечно. Я тоже совсем не так себе это представляла. Не с этой одеждой и совсем таким. Ты права, моя жизнь. Просто забудь. Будто я ничего не говорил и не делал предложения. Минутку. В смысле? Ты что придумал? Нет, не передумал. Но это же должно быть как-то по-особенному. Понятно тебе? Эрдем, послушай. А? А вдруг с нами что-то случится? Ну, что-то такое произойдет. Это же жизнь. Ты еще раз спроси. Спроси еще раз, хорошо? Что спросить? Предложение сделать? Ну ладно, Эрдем. Что ты еще можешь спросить? Ладно, Ганджа. Чего ты кричишь-то сразу? Я просто переволновался. Не знаю, что делать. Ладно, погоди. Итак. Я не смогу, не получается. Не получается, не смогу. Пропало. Не могу. Нет настроения. Эрдем, чего ты не можешь? Я не поняла. Всего-то спросить нужно. Это просто. Ты выйдешь за меня? Да, да. Выйду, конечно. Я согласен. В смысле, Эрдем? Я как будто предложение делаю. Я не могу поверить в это. Я просто не могу поверить. Ладно, жизнь моя. Ну и что, если ты сделала хорошо? Хорошо, хорошо. Гуан-жа. М? Жизнь моя. Да. Любимая. Мне стоит на ногах это сделать или на колени встать нужно? Как думаешь? Все, Эрдем, все. Не надо. Не спрашивай, Эрдем. Не могу поверить. Не спрашивай. Впервые в жизни мне должны были сделать предложение, и то его испортили. Впервые? Да, Эрдем, впервые. Конечно. Я же не была обручена, как ты. Впервые было. Хорошо, жизнь моя. Для меня это тоже впервые. Тоже впервые. Мне тоже никто не делал предложение, не чувствуя себя одной. Мне тоже впервые сделали предложение. Не могу поверить, Эрдем. Ты все еще издеваешься. Я очень обиделась на тебя. Обиделась. Да что случилось, Гуан-жа? Ну что такого? И не смей идти за мной, понял? Не смей идти за мной. Я ухожу. Что? 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 Что случилось? Я не желаю тебя видеть. Я ухожу. Уходишь? Я ухожу. Ну давай. Что она делает со мной? Из-за грусти совсем аппетита не было. Я так проголодалась. Бурак, что-то произошло? Ты ничего от меня не скрываешь? Нет. Из-за меня твои отношения с семьей испортились. Нет, ничего такого нет. У нас с ними довольно хорошие отношения. Если так, то я рада. Да, кузен, говори. Кузен, ты где? В университетском кафе. Я как раз туда собирался. До встречи. Хорошо, кузен. Хорошо, я здесь, ослы. Хорошо, увидимся. Вулкан. Придет сюда. Не проблема. Не будем сообщать Вулкану, что я убедил свою семью хорошо. Пока что я не хочу, чтобы кто-то знал об этом. Как хочешь. Ответь же, Гонжа, ответь. Ну что такого я сказал? Что я сказал? Мне впервые сделали предложение, вот и все. Сама по себе тут разошлась. Вот что тут такого? Первый раз сделали предложение. Ну что такого? Ну ты первый, кто это сделал. Ничего особенного. Ну, ничего страшного. Ну вот, что теперь произойдет? Видите ли, ему впервые делают предложение. Как будто если бы ему сделали в пятый раз, то что-то изменилось. Ах, РД, мах. Если я не заставлю тебя пожалеть об этом, то я поменяю свое имя. Понятно? Ответь же, Гонжа, ответь. Ну что я теперь буду делать? Так, надо что-то придумывать. Что мне делать? Как я ее сюда приведу? Или к ней пойти непонятно. Там ее брат. Я знаю, что с тобой делать. Это идея. Судя по тому, что ты много раз звонил, ты уже начал жалеть. Но погоди, это еще не все. Я знаю, что с тобой сделать. Где же ты, Башак? Где ты? Слушаю. Хорошо, пусть войдет. Чего опять хочет эта женщина? Я надеюсь, ты не подписываешь важные документы без моего ведома. Хм. Не поняла. Ты, кажется, еще не знаешь. О чем ты говоришь? Ни твой бывший муж, ни твой нынешний муж. По-видимому, не рассказали тебе, что мы стали партнерами. Эльчин, мы теперь партнеры. Не волнуйся, у меня нет цели разорить твою компанию. Наоборот, я думаю, что я могу принести пользу. Особенно я увлечена темой косметики. Выйди. Вон отсюда. Ты права, что ты злишься. Это неожиданность для тебя. Твой муж должен был тебе сообщить об этом. Я сказала Синану, когда позвонила, чтобы поздравить его со свадьбой. Со временем ты поймешь, что нет человека более трусливого, чем Синан. Ладно? Пусть сначала утихнет твоя злость. Позволь этому шок уйти с твоего лица. А потом мы поговорим. Выйди. Увидимся, дорогая. Синан. Слушаю, Ильчин. Синан. Синан, как ты мог мне не сказать о таком? Как ты мог? Ты в офисе? Я сейчас приеду. Как дела, ослы? Хорошо, вулкан. Как у тебя? Хорошо. Ты в порядке, кузен? Лучше и быть не может. Раз уж так. Кстати, я рад, что вы помирились с ослы. Особенно потому, что больше не будем видеть угрюмого лица Бурака. Кузен. Да ладно, я молчу. А что с домом? Может, мы можем чем-то помочь? Мы арендовали, на днях переедем. Правда? Я очень рад. Очень повезло, что вы так быстро нашли дом в наше время. Да. Я нашла ангела добра. Мы опаздываем на урок. Давайте пойдем уже. Кузен, я думал, у тебя нет первой пары. Да, есть, есть. Ты, наверное, перепутал. Правда? Ну, наверное. Ослы, расскажешь мне как-нибудь про своего ангела добра? Можно. Увидимся. Ну уж нет. Ну уж нет. Кажется, кто-то проиграл спор. Не могу поверить. Как такое может быть? Я даже не предполагал, что выиграю так быстро. Значит, их любовь сильнее, чем я думал. Заткнись, Гони. Ты многого не знаешь. Чего же я не знаю, Чагла? Так расскажи, я узнаю. Что вы двое задумали? Мы невинны, словно дети. Надеюсь, это так. Угу. Расскажи уже, что происходит. Удачи на учебе, дорогая. Что с тобой, Бурак? Ничего. В смысле ничего? Как будто ты стоишь рядом со мной насильно. Я не сдвинусь с места, пока не получу объяснение. Ты несешь чепуху. Нет, я не несу чепуху. Ты, наверное, забыл, как хорошо я тебя знаю. Ладно, ты права. Я очень зол на тебя, Аслы. Потому что... Потому что... Потому что ушла, оставив меня, Аслы. Понятно? Хотя обещала, что будешь рядом со мной. Да, я знаю. Но мама... Да, я знаю, знаю. Понимаю. Но не могу просто так смириться. А что, если завтра возникнет новое препятствие, ты опять меня оставишь? Не могу избавиться я от этих сомнений. Нет, больше такого не будет. Моим главным препятствием была мама. Я больше никогда не оставлю тебя. Я обещаю. Я очень соскучилась по тебе. Я тоже очень соскучился. Ладно, иди уже. Не опаздывай. Хорошо, дорогой. Я буду ждать здесь. Увидимся. 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 Жизнь моя, прошу прощения, я хотел сказать, но… Что но? Что но? Как ты мог не сказать мне об этом? Я думал, что смогу это уладить сам. Знал, что будешь зла, когда узнаешь. Я тоже узнал об этом в день свадьбы. Я говорил об этом с братом. Я сказал ему, что независимо от того, сколько денег она попросит, мы купим эти акции. Но результат не изменился. Так? Любимая, единственное, что я хочу, чтобы это не повлияло на наши отношения. У меня не было цели скрывать что-то от тебя. Хватит, Синан, хватит. В который раз, в который раз ты солгал мне? И потом тебе ли улаживать эти дела? Как ты осмелился? И по какому праву скрыл от меня то, что связано с моей компанией, за которую я цеплялась ногтями и привела к сегодняшнему дню? Ты можешь себе представить, в каком положении я оказалась перед твоей бывшей женой? Чем ты сейчас отличаешься от Октая? Любимая, прошу, не говори так. Ты несправедлива. Синан, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Эльчин. Если то, что ты сказала, правда, то это все немного странно. Если правда так, я что, буду тебе врать, Гони? Да и разве ты не должен ликовать? Ты ведь выиграл спор. Почему ты так зациклился на этом? Не понимаю. Почему? Потому что я согласен с тобой, Чагла. Согласен? В чем? В том, что Бурак никогда не простит ослы. Нет, нет. Бурак действительно ослеп от любви. Ты оказался прав. Конкретно придуривается. Бурак может быть кем угодно, Чагла. Но, будь уверена, он не придурок. Что такое? Так теперь ты заступаешься за своего соперника? Ты не чувствуешь к нему ненависти? Но если я чувствую к нему ненависть, это не означает, что я его не знаю. Я очень хорошо знаю Бурака. Будь уверен, он никогда не простит такого обращения к себе. Ты, похоже, забыл, в каком виде мы только что видели их. Ты же помнишь, они были вместе. Я об этом и говорю. Бурак, которого я знаю, в такой ситуации сжег бы дом ослы, а потом заставил бы ее съесть оставшийся пепел. Здесь что-то не так. То есть ты предполагаешь, что Бурак намерен мстить? Именно так, Чагла. Именно так. Дорогой, может мне позвонить Эльчина? Пусть сначала придет Синан, и мы поговорим с ним. А потом, если хочешь, позвони ей. Плохо то, что она узнала об Ашак. Эльчин, наверное, больше всего разозлилась из-за этого. Ну вот видишь, она обманула и Синана. А Синан подумал, что сможет уладить это сам, и не сказал об этом Эльчин. Ай, не хат. Переговоры с этой женщиной – пустая трата времени. Мы не сможем ее переубедить. А, Синан, добро пожаловать. Привет. Спасибо, брат. Синан, как дела? Смог успокоить Эльчин? Нет, Синан, нет. Она все еще очень зла на меня. Вот видишь, она говорила, что главная ее проблема – дети. Но что она сделала в итоге? Ай, михат, что мы будем делать? Эльчин права в том, что злится и огорчается. Как будто не хватало того, что ее акции перекупили. Так еще и новым партнером оказалась Ашак. Чем больше я думаю, тем больше злюсь. Эта женщина тратит столько денег, лишь бы чтобы позлить нас. Это пугает? Я лучше позвоню Эльчин. Все сядем вместе и обсудим это. Хорошо, брат. Звони, дорогой. Я пришла. Привет, любимая. У тебя больше нет пар? Нет, все. Отлично. Тогда куда тебя отвезти – домой или в кафе? Я думала, мы проведем время вместе, но у тебя есть дела? Ты мое дело, не волнуйся. Конечно, проведем вместе, но ближе к вечеру. Поэтому отпросись, пожалуйста, у мамы на вечер. Или, если есть дела, в кондитерской уладь их. Что будем делать вечером? Сюрприз. Сюрприз? Ну, ну скажи же. Ты до сих пор не поняла, что значит слово «сюрприз»? Ладно. Считай, что не спрашивала. Ладно, идем. Хорошо. Как прошел твой день? Чагла? Валкан. А где твой дружок? У него были дела, ушел. А что такое? Лучше расскажи мне, что произошло. А что произошло? Чагла, прекрати играть в игры. Рассказывай. Ты спроси у своей глубоко обожаемой ослы, что произошло. Что это значит? Хотя нет. Погоди, я передумала. Лучше спроси у своей мамы. Возможно, и ослы рядом с ней. Поговорите все вместе. Чагла, что за глупости ты несешь? Ты делаешь мне больно, Валкан. Если не расскажешь, тебе будет еще больнее. Твоя мама и ослы, они в сговоре. Их цель – прибрать к себе Бурака и женить его на ослы. Теперь понимаешь? Это невозможно. Что ослы может делать с этой женщиной? Я уже говорила тебе, Валкан. Она пытается обмануть Бурака и женить его на себе. Чагла, не знаю, чего ты добиваешься, но если хоть волос упадет с головы ослы, тебе мало не покажется. Вы оба, кажется, потеряли рассудок из-за ослы. При упоминании ее имени вся ваша логика исчезает. Ослы, говорю. С твоей мамой в сговоре, говорю. Она охотится за деньгами Бурака. Понятно тебе? Так сложно понять? Чагла, кто тебе такое сказал? А? Кто сказал, что ослы в сговоре с этой женщиной? Тетя Сильда. Понятно тебе, что тебе Сильда сказала? Тетя? А, значит, это ее план, чтобы препятствовать воссоединению ослы и Бурака. Ничего себе. Умно. В чем твоя проблема? После всех твоих усилий разлучить их, ты теперь так сильно хочешь, чтобы они были вместе? Ты что, с ума сошел? Чагла. Расставание ослы с Бураком одно, а необоснованное обвинение в ее адрес другое. Я никому не позволю причинить ей вред, особенно Бураку. Я лишь передала то, что услышала от тети Сильды. Я увидела множество фотографий, где изображены твоя мама и ослы. Открой же глаза, Волкан. Ослы не та, за кого себя выдают. Фотографии? Да, фотографии. Тетя Сильда доказала все свои слова. Если не веришь, мне можешь пойти и спросить у своей тети. Я говорю правду. Хочешь верь, хочешь не верь. Такое невозможно. Нет-нет, невозможно. Очень красиво получилось. Теперь... Давайте, хорошо, посмотрим, ответите ли вы на это сообщение, Ганжа Ханум. Поскольку вы не отвечаете на мои звонки. Так. С этим кольцом на вашем пальце вы согласитесь выйти за меня замуж. Обязательно. Уф. Уф. Что ты опять замышляешь, Эрдемт? Будет лучше, если ты поймешь, что сегодня ты меня не увидишь. Интересно, что он написал. Что? Пожар? Какой пожар? Ты ведь сможешь отпроситься к вечеру у мамы, да? Не думаю, что мама будет против. Но скажи, что задержишься, хорошо? Бурак Мазару Глу, что вы замышляете? Любимая, я же сказал, сюрприз. Очень большой и классный сюрприз. Ладно, хорошо. Поскольку все твои сюрпризы ранее меня радовали, я уверена, что этот тоже мне понравится. В этом не сомневайся. Ты будешь в восторге. Хорошо, увидимся вечером. Увидимся. Я позвоню перед тем, как приехать. Хорошо, дорогой. Будет сюрприз, который ты заслужил, Аслы. Можешь в этом не сомневаться. Дорогая, добро пожаловать. Добро пожаловать, Эльчин. Спасибо тебе, что не отказала нам и пришла. Не за что. Это уже стало проблемой для всей семьи. Поэтому будет правильнее, если мы вместе это решим. Именно. Я многократно звонила Октаю, но он не соизволил ответить. Я могу понять, почему Октай так поступил, но что насчет Башак? Ведь ее единственной проблемой были дети. Дети всего лишь оправдание. Она душевнобольная. Ее единственная цель – нарушить покои нашей семьи. Но это уже чересчур. Все еще не могу поверить, в чьи руки попала моя фирма в один миг. Жизнь моя, прошу, не расстраивайся. Я все улажу. Здесь нечего улаживать, Синан. Я не понимаю, почему эта женщина так вас ненавидит? Чего она добивается? За что мстит? Как брат и сказал, она душевнобольная. Пытаться найти логику в ее поступках бессмысленно. Она получает удовольствие, причиняя боль. Башак с тех пор, как вошла в нашу жизнь, не дает Синану покоя. А сейчас Синан женился, счастлив и организовал свой быт. Она не может смириться. Эта женщина лишает нас покоя. Это факт. Да, но мы не должны допустить этого. В такие времена нам следует сплотиться, быть еще ближе друг к другу. Отныне ты часть нашей семьи. Вся злоба, направленная против тебя, равнозначно злу, которая постигла бы меня. Не волнуйся, обещаю тебе. Я улажу это в самые короткие сроки. Хорошо, Нихан. Предлагаю всем вместе сходить этим вечером на ужин. Потом можем отправиться в загородный дом и остаться там. Я не совсем... Будь уверена, эта ночь будет полезной для нас всех. Мы все уладим. Ладно, хорошо. Давайте соберемся. Мне нужно срочно поговорить с тобой. Это я, Вулкан. Да. Да, где ты? Хорошо, иду. Гонджа будет в шоке, когда увидит. РДМ. 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 Эрдем, ты меня напугал, знаешь ли. Что поделать, любимая? Ты бы не так быстро пришла. Я даже не поняла, как здесь оказалось. Я летела. Ты испугалась, что со мной может что-то случиться? Испугалась, конечно же. Смотри, смотри. Я все сделал своими руками. Сам приготовил торт. Спасибо, любимый, большое. Очень красиво. Все со вкусом. Но этот торт... Самый красивый, что я когда-нибудь видела. Красивый, красивый. Этот торт – мой авторский проект. Идея, рецепт, все собственные выдумки. Не брал ничего из интернета. Вообще ничего, даже не подглядывал. Эрдем, ты столько времени работаешь в кондитерской. Неужели ты ничего не смог запомнить? Как он сломался. Он же весь в комках. Ну, а что я мог сделать, жизнь моя? Смотря на вас, я только учусь, что такого. На вид, может, и не очень. На вид, да, не очень получился. Но вкус правда отличный. Только попробуй очень вкусный. Жизнь моя. Я уверена, что он очень вкусный. Я уверена в этом. Он очень вкусный. Вкусный, вкусный. Но лучше мы не будем его есть, знаешь. А давай оставим его на память. Потом покажем нашим детям. Не издевайся, не издевайся. Столько труда вложено. Сейчас попробуем. Ну что, выпьем? Эрдем. Как тебе удается так меня разозлить? А потом моментально успокоить. Харизма. Это просто харизма. Скорее чертовски хорош. Может быть, может быть. Жизнь моя, погоди, попробуем. Давай попробуем торт. Я старался. Дорогой, мы же решили не есть его, а сохранить. Если бы ты не испортил его, мы бы могли сфотографировать. Ай, жизнь моя, все еще издеваешься. Не делай так. Столько труда вложено. Так, держи. Вот смотри, вот сейчас кусочек ты должна будешь попробовать, хорошо? Ладно, попробуй тогда. Вау! Очень вкусно. Спасибо большое, любимый. Правда, очень-очень вкусно получилось. Но сегодня я уже съела много сладкого. И так, что вполне достаточно, иначе мне станет плохо. Гонжа, поешь. Давай поешь. Тебе нужна энергия, я же приготовил. И вот отсюда тоже попробуй. Вот этот кусочек вообще очень классный, попробуй. Любимый, ну я же уже попробовала. Почему ты так упираешься? Зачем портишь атмосферу? Смотри, смотри, как все красиво. Не будем портить настроение. Жизнь моя, а вот здесь в центре. Посмотри, сколько фруктов. Туда положил, все, поешь, попробуй. Это очень сладко. Эрдем, ты опять меня злишь. Я уже начинаю беситься. Мне становится плохо. Ты понял меня? Гонжа, ну я же старался. Просто поешь. Мне что, умереть теперь? Просто поешь и все. Хорошо, Эрдем. Хорошо, я поем. Сначала все это поем, потом этот торт съем. Хорошо? Хорошо тебя устраивает? Хорошо, хорошо. Эрдем, ты что, камень внутрь кинул? Что ты кинул? Или это яйца? Жизнь моя, ты выйдешь за меня. Эрдем, кажется, я зуб сломала. Жизнь моя, забудь про зуб. Забудь, потом сделаем тебе зуб. Выйдешь, ответь. Ответь, выйдешь за меня? Да. Да. Дай-ка я помою его. Из-за торта не видно. А там кольцо. Очень красивый камень. Очень красивый. Продолжен. Продолжение следует... Слушаю, любимый. Да, да, готово. Выхожу уже. Хорошо, увидимся. Мамочка, я выхожу. Хорошо, ослы. Хорошего дня. Ослы, не задерживайся. Хорошо. Чего ты хочешь от ослы? Чего ты добиваешься? Ослы? Я не понимаю, о ком ты говоришь. Перестань притворяться. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Послушай, вулкан, приди сначала в себя. Хочешь, люби меня. Хочешь, ненавидь меня. Но я твоя мать. Ты понял? Ты понял меня? Ты для меня никто. Я уже устал от твоего бреда. Чего ты хочешь от ослы? Из-за тебя она под подозрением. Почему ослы должна быть под подозрением из-за меня? Ха. Значит, ты не отрицаешь, что знаешь ослы? Нет. Я не отрицаю. И я хочу, чтобы ты все мне спокойно объяснил. Иначе я не смогу тебе помочь. Дядя и тетя знают, что вы видитесь с ослы. У них даже есть фотографии, подтверждающие это. Но самое худшее, что знает и Бурак. Уже несколько дней он бродит, как сумасшедший. Считает, что ослы – охотник за деньгами, который стремится обмануть его своей помощью. Проклятие. Проклятие, Нехат. Неужели человек совершенно не поменялся? Что это значит? Сынок, твой дядя и, естественно, твоя тетя всегда были против того, чтобы Синан и я были вместе. Они всегда пытались нас разлучить. Они всегда полагали, что я не подхожу их семье из-за моего низкого сословного положения. И в конце концов у них получилось. А ты воспользовалась ослы для мести, не так ли? Нет, нет, у меня нет таких намерений. Я просто рядом с ослы. Я пытаюсь ее поддерживать. Моя вражда с твоим дядей совершенно иная. Да, мне захотелось ему отомстить. Да, мне захотелось отыграться на нем. Но при этом я никогда не вмешивала ни тебя, ни Эду, ни Бурака. Потому что вы не виноваты в этом. Вы не виноваты ни в чем. Ты понимаешь меня? А в чем виноваты ослы? Почему ты используешь ее? Я не пытаюсь ее использовать. Я рядом с ней. Я стараюсь. Я стараюсь быть для нее поддержкой. Волкан. Когда я смотрю на ослы, я вижу себя в молодости. Я вижу прежнюю себя. Узнав о подношениях ослы и Бурака, я не могу отрицать, что чувствовала предательское ощущение радости по отношению к Нихату. Я признаю это. Я подумала, что он не будет обращаться с сыном, как обошелся с братом. Но я ошиблась. Я очень сильно ошиблась. Потому что он оставался таким же беспощадным. Речь не о дяде, а о Бураке. Да, я знаю. Я знаю. Я не могу понять, как несколько фотографий смогли разрушить его доверие к ослы. Он хотя бы должен был спросить у меня или у ослы. Я не знаю, почему он в это верит, но он ослеп от злости. Волкан. Сходи и поговори с ослой и Бураком. Если хочешь, я тоже поговорю. Я объясню им, что у меня не было цели разрушить их отношения. Хорошо. Волкан. Пожалуйста, не оставляй меня без вестей. Что мы здесь делаем? Дорогая, расслабься. Как мне расслабиться? Ты же помнишь, как меня выгнали из этого дома? Это все осталось в прошлом. Давай войдем вовнутрь. Нет. Я не готова встретиться с твоей семьей. Их нет дома. Они ночью не вернутся. Поэтому, пожалуйста, расслабься. И попробуй забыть все плохое, все воспоминания, связанные с этим домом, потому что это место очень особенное для нас. Да, очень особенное. Ты впервые поцеловал меня здесь, если не считать тот раз на яхте. Это был мой первый поцелуй. В этом доме ты признался мне. Приготовил мне еду. Да. Прекрасные воспоминания. Ладно. Я готова. Я доверяю тебе. И ведь ты не позволишь ничему меня огорчить. Пришло время столкнуться с правдой там, где началась наша любовь. Здесь она началась и здесь же закончится. А почему ты привел меня сюда? Потому что это наше самое особенное место. Что-то случилось? Что-то случилось. Прошу, Бурак, будь честен со мной. Честность. Это ты мне говоришь? Не поняла? Прекрати играть в невинную ослы. Что это значит, Бурак? Это значит, что твоя ложь подошла к концу. Какая ложь? Ложь, которую ты мне говорила. Бурак, я никогда не лгала тебе. Ты знаешь, я... Я действительно очень сильно полюбил тебя. Доверился, поверил. Как ты могла так со мной поступить? Как ты могла? Как? Я пожертвовал всем ради тебя. Даже пошел против своей семьи. А ты... очень жаль. Бурак, о чем ты говоришь? Объясни. Как ты посмела выставить меня дураком, сговорившей с этой женщиной, ослы? С какой женщиной? Ты все еще лжешь. Смотри мне прямо в глаза. Бурак, с какой женщиной? Говори открыто. С матерью вулкана, башак. Сейчас ты поняла? Как вы посмели выставить меня дураком, объединившись с этой змеей? Не знаю, откуда у тебя такие обвинения. Кто-то солгал, чтобы нас разлучить. Чтобы мы отдалились друг от друга. А ты в это поверил. Жаль моей любви и всей боли, через которую я прошла. Еще и привез меня сюда. И для этого даже солгал моей маме. По сравнению с твоей ложью, моя ничто. вот и все. Игра окончена. Ид Игра �ás Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok